Уже традиционно в преддверии одной из самых важных дат в истории нашей области, неравнодушные жители Гесногорска и гости сельского поселения Новое Сарокарение собираются у памятника военным лётчикам. Взрослые дети отдают дань уважения всем погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Открыл торжественный митинг глава муниципального образования Сарокаренского сельского поселения Сергей Иванов. Он поздравил с наступающим праздником всех присутствующих. «Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, всем, кто восстанавливал страну в послевоенное время. Спасибо за возможность спокойно жить и трудиться». Памятник был установлен и открыт 9 мая в 1985 году, как раз к 40-й годовщине Великой Победы. Одним из стойком самольской молодёжи был ветеран труда Андрей Никанорович Седько. «Я поздравляю всех с Днём освобождения Смоленщины. Желаю вам всем добра, здоровья, трудовых и жизненных сил». В настоящее время шефство над памятником и могилой погибших лётчиков осуществляет сплочённая команда Акционерного общества «Атомтранс» под руководством директора, депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко. «Наши отцы, деды защищали нашу Родину. Ведь у каждой семьи, я сто процентов уверен, что погибли близкие родственники. Вот это мы должны помнить и донести до молодёжи, что советский народ – освободитель». На митинге памяти присутствовали и выступили с речью многие почётные гости. В выступлениях закономерно звучали слова поздравления с праздником, пожелания здоровья и мирного неба над головой. А школьники из Десногорска и села Якимовичи выступили с трогательными и проникновенными стихами. «Пусть не все герои – те, кто погибли. Павшим вечным слава, вечная слава. Вспомним их поимённо, горем вспомним своим. Это надо не мёртвым, это нужно живым». Обращаясь к молодому поколению, председатель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова призвала помнить об уроках Великой Отечественной войны и сохранить память о подвигах победителей. «Память важно сохранять для того, чтобы наше молодое поколение помнили, кому мы обязаны за мир. Чтобы молодое поколение поступало достойно тому поколению. Чтобы мы могли сохранить мир и быть достойными защитниками этой земли, этого мира». Закончилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.